Привет всем подписчикам сообщества Мой Компьютер! У микрофона Хомиш, и сегодня я поделюсь с вами 10 мифами об оперативной памяти. Двухканальный режим работы не нужен, главное объем. Не удивительно, что одна планка на 8 егов стоит дешевле, чем 2 по 4 гигабайта, так что желание сэкономить выглядит очевидным. Но не стоит этого делать, если вы используете ПК не только для серфинга в интернете и просмотра фильмов, а как минимум еще и играете. Двухканальный режим ускоряет работу оперативки на 70, а то и 90%, что и снизит нагрузку на процессор, который будет меньше времени простаивать. А значит больше работать. И ускорит производительность в любых вычислительных и игровых задачах. Причем зачастую разница будет не в единице процентов, а в десятке. То есть небольшая переплата за две планки того стоит. Для получения двухканального режима нужны две одинаковые планки оперативки. Если мы не берем времена DDR и DDR2, когда установка более одной планки памяти могла вызвать многочисленные танцы с бубном, даже если модули были одинаковыми, то сейчас с этим все проще. У DDR3 и DDR4 может быть любой объем, частота и тайминги. Естественно не без исключений, но в большинстве своем двухканальный режим будет работать, объем модулей разумеется суммироваться, а частоты будут браться по самой медленной планке или же спецификациям GDEC. Это комитет, который занимается разработкой ОЗУ. По их предписаниям в любой планке памяти должна быть зашита определенная частота и тайминги для каждого стандарта памяти. Это как раз и создано для того, чтобы любая оперативка, например стандарта DDR4, всегда могла найти общий язык. Разгон ОЗУ Разгон ОЗУ – баловство, нужное только для получения высоких циферок в бенчмарках. Еще лет эдак 7-10 назад это было действительно так. Более того, тогда и двухканальный режим особенно не увеличивал производительность. Но увы, времена меняются. Так, например, сейчас у процессоров Ryzen частота оперативки связана с частотой внутренней шины, где соединяются два блока ядер. Так что разгон оперативки в их случае напрямую влияет на производительность CPU. Но даже в случае процессоров от Intel более высокая частота памяти дает свои результаты. Например, при обработке фотографии в фотошопе, если вы увеличили скорость оперативки с 2400 МГц до 2933, время, затраченное на обработку, уменьшается на 15-20%. И такая история во всех вычислительных приложениях. При том, что с таким разгоном справится абсолютно каждый пользователь. Встроенные профили разгона, например, XMP, сразу же предлагает лучшие частоты и тайминги. Естественно, это не так. Все дело в том, что со временем сам по себе разгон становится все проще и доступнее. Так, сейчас на рынке выпускается огромное количество модулей оперативной памяти с вшитыми профилями разгона. Достаточно выбрать их в биосе, как ваша память сразу же заработает на частотах, зачастую в полтора раза выше стандартных. Однако, следует понимать, что прежде чем выставлять такую частоту и тайминги в своем профиле, производитель тщательно протестировал большое количество планок. Так что такие профили это как турбо-буст в процессоре, вроде и разгону, но в щадящем режиме. Поэтому есть смысл покрутить настройки самому, изучить материал и выжать еще пару сотен МГц, что даст вам лишние 5-10% производительности. Быстрая оперативка в любом случае увеличит производительность. Не стоит забывать, что далеко не всегда можно разогнать память. Так, например, у Intel можно сделать это только на чипсетах Z-серии. Поэтому абсолютно нет смысла брать какой-нибудь i5-8400, плату B360 и, например, оперативку на частоте в 3200 МГц. Так как контроллер памяти в процессоре просто не даст вам поднять частоту выше 2666. И поэтому просто нет смысла переплачивать за более крутую оперативку. И прежде чем развеять следующий миф, рекомендую каждому подписаться на канал Мой Компьютер, если вы еще не подписаны, и обязательно нажать на колокольчик, дабы не пропускать следующие видеоролики. Радиаторы на ОЗУ нужная вещь. Они спасают оперативку от перегрева. Миф активно продвигаемый различными маркетологами, чтобы вам продать те же самые планки, но уже с радиаторами и несколько дороже. По сути-то, если у вас самая обычная оперативка, которая не планируется разгоняться, и работает она на близких частотах и напряжении к спецификациям GDEC, то радиаторы не нужны абсолютно. Нагрев едва ли превысит 35 градусов даже под серьезной нагрузкой. И именно поэтому ноутбучная память идет без радиаторов. Более того, даже если вы берете высококачественную память, которая способна взять 4000 МГц при 1,35 Вольта, или даже полутора, то нагрев может стать ощутимым вплоть до 50-60 градусов. Однако, если посмотреть, при каких температурах могут работать чипы памяти, то всплывает интересная картина. Зачастую цифры колеблятся от 80 до 90 градусов, что банально недостижимо ни при каком мыслимом разгоне. Поэтому радиаторы это скорее украшение. От разгона оперативная память сгорает. Да, именно поэтому ОЗУ некоторые производители продают уже разогнаны, причем не только по частоте, так еще и повышают напряжение. Разумеется, при желании можно сломать абсолютно любую вещь, так что лучше не выходить за определенные рамки. Так, например, безопасным напряжением для DDR4 считаются от 1,2 до 1,35 Вольта. Частоты при этом любые достижимые в данном диапазоне напряжений, так как частота тот параметр, который никак не относится к железу, а значит сжечь его не может. Поэтому с вольтажом, конечно же, шутить не стоит, а вот частота пока стабильно превышается в рамках допустимых норм, значит все супер. Последние поколения процессоров от Intel, а именно Coffee Lake и Coffee Lake Refresh, не умеют работать с DDR3. Действительно, если зайти на официальный сайт Intel, то в спецификациях будет поддержка только DDR4. Однако на деле Intel не особо меняли контроллер памяти со времен Skylake, и учитывая то, что многие производители материнских плат гонятся за прибылью, а не за выполнением условий, поставленных Intel, в продажу попадают материнские платы, например, BioStar H310MHD3. То есть это H310 чипсет, который поддерживает даже Core i9-9900K, а на плате есть только два слота DDR3. Так что, если вы решили обновить процессор, абсолютно не обязательно при этом менять еще и оперативку. К слову, с учетом некоторых махинаций, и девятое, и восьмое поколение, становятся еще на материнке времен Skylake, то есть на Z170 и остальные. При разгоне УЗУ главное добиться максимальной частоты. В общем и целом нет, важен баланс между частотой и таймингами, то есть задержками при работе с памятью. В противном случае может оказаться так, что память при меньшей частоте и с меньшими задержками окажется лучше, чем при высокой частоте и с большими задержками. Поэтому при разгоне пробуйте разное сочетание частот и таймингов. Или же вообще лучше берите информацию с определенных обзоров, гайдов и остального. 64-битные версии Windows поддерживают любой объем ОЗУ. Разумеется, это не так. Про то, что у 86-разрядной Windows есть ограничение в 3,5 гигабайта оперативки, говорить нет смысла, ведь это знает практически каждый. А также многие знают, что если вычислить объем памяти, который можно адресовать в 64-битной системе, то цифра действительно кажется бесконечной. 16 миллионов терабайт. Но на практике все банальнее. Windows XP-X64 поддерживает лишь 128 гигабайт оперативной памяти. Семерка при этом не более 192. А вот восьмерка и десятка – аж 512. Да, для обычного пользовательского ПК эта цифра крайне огромна. Но вот для серверов уже давно нет. Видимо, для того и предназначена отдельная версия Windows – сервер. Последняя версия которой вышла 2 октября 2018 года. И называется она Windows Server 2019. Характерно то, что с каждым годом обновляют ее все чаще и чаще. Если до этого был промежуток в 4 года, то, например, между нынешней и предыдущей разница всего-то в 2 года. Видимо, там действительно куда более серьезные объемы оперативки. В любом случае, рано или поздно, данная цифра обновится и в обычной винде как минимум до 1 терабайта. И в целом обычному пользователю можно ни о чем не переживать. На этом с сегодняшней десяткой мифов мы разобрались. Если какие-то еще у вас имеются, обязательно напишите в комментариях, а также предлагайте темы для видеороликов, ставьте лайки, если вам понравилось, делитесь видосом в соцсетях. Удачи и пока!